Иван Бунин, Таня И все святки она ходила в самом лучшем своем наряде, в том платье и в тех полусапожках, в которых он встретил ее тогда осенью на вокзале, в тот незабвенный вечер. На крещение она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст. Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь злословием перед кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит. Но вот стала вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем Насте и поднялась, твердо сказав себе «Конец! Никого мне больше не нужно, ничего не желаю я ждать». И пошла, наряженная гуляющим шагом по залу, по гостиной в свете зимней желтой зари из окон, громко и беззаботно запела с облегчением конченной жизни. Уж как выйду я в сад, в зеленый сад, в зеленый сад гулять, своего милого встречать. И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках. И упала в кресло головой на стол, рыдая и крича «Царица небесная, пошли мне смерть!» Он приехал в феврале, когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидать его хоть еще один раз в жизни. И как будто возвратилось все прежнее. Он был поражен, увидев ее, так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразилась и она в первую минуту, и он показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным. Усы у него стали как будто больше, голос грубее, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были не в меру громки и неестественны. Ей неловко было взглянуть ему в глаза. Но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему. Потом опять стало подходить страшное время, время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что приедет к святой, и уже на целое лето. Она поверила, но подумала, а летом что будет? Опять то же, что теперь? Этого теперь ей было уже мало. Нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда, напрасных ожиданий. Но она старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде, ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго-долго возле нее. Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспощадный отрывистый лай собак над ямой в елках. Там сидела лисица, которую поймал в капкан и принес на барский двор лесник Казаковой. Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку, положив ладонь под грустную голову, оба молчали. Наконец она прошептала. «Петруша, вы спите?» Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна. «Нет, а что?» «А ведь вы меня больше не любите, даром погубили», — спокойно сказала она. «Почему же даром? Не говори глупостей. Грех вам будет. Куда ж я теперь тенусь? А зачем тебе куда-нибудь деваться? Вот вы опять-опять уедете в эту свою Москву, а что ж я одна тут буду делать?» «Да все то же, что и прежде делала. А потом, ведь я тебе твердо сказал, на святое на целое лето приеду». «Да может, и приедете, только прежде вы мне не говорили таких слов. А зачем тебе куда-нибудь деваться? Вы меня правда любили, говорили, что милее меня не видали. Да и такая я разве была?» «Да, не такая», — подумал он. Ужасно изменилась всячески. «Прошло мое времечко», — сказала она. «Скачу, бывало, к вам, боюсь до смерти и радуюсь. Но, слава богу, старуха заснула, а теперь и ее не боюсь». Он пожал плечами. «Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика. Она подала, он закурил. Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова». «Вот от того-то, верно, и не милая вам стала. Чем же я больна?» «Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай, пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю. И что ж все одно и то же твердить? Бывало, бывало». Она не ответила. Светило окно, шумел сад. Долетал отрывистый лай, слой, безнадежный, плачущий. Она тихо слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям, в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее. «Таня». Она обернулась и ответила чуть слышно. «Чего вам?» «Подойди ко мне». «Зачем?» «Говорю, подойди». Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах. «Ну, что вам?» «Сядь и не плачь. Поцелуй меня, ну». Он сел. Она села рядом. И обняла его, тихо рыдая. «Боже мой, что же мне делать?» С отчаянием подумал он. Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице. Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней. А что я могу? Увести ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать? Погубить себя навеки? И стал быстро шептать, чувствуя, как его слезы щекочут ему нос и губы. «Данечка, радость моя, не плачь. Послушай, я приеду весной на все лето. И вот правда пойдем мы с тобой во зеленый сад. Я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее. Поедем на шарабане в лес. Помнишь, как мы ехали на шарабане за станцией? «Никто меня с тобой не пустит», — Горька прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему, «Ты, никуда ты со мной не поедешь». Но он уже не слышал в ее голосе робкую радость, надежду. «Поеду, поеду, Танечка, и не смей мне больше говорить вы!» И плакать не смей. Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее легонькую к себе на колени. «Ну скажи, Петруша, я тебя очень люблю!» Она тупо повторила, и кнув от слез. «Я тебя очень люблю!» Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне последний раз в жизни. Редактор субтитров А.Семкин